так это у нас протекта я там почитал в 80-х годах она разработана да вот понять бы только для чего мне не очень понятно хоть поймем как она работает давай у тебя 12 патронов сюда или 10 10 10 вообще барабан на 12 видишь там основная задумка но по российскому законодательству только 10 у нас это да это первая версия была страйкер сначала он заводился он работал плохо у него барабан после выстрела пролетал лишку и вот они потом ее так переделали на самом деле сколько обзора смотрел у всех они конечно заедают вот я единственный понимаю как она выбрасывает не а наши выхлопными газами да то есть там камеры камеры соединены видимо да ладно давай пробуй а это два как раз забитых до не хватило видимо наезд к собой может или на морозе суши но она тяжелая я посмотрел что она где-то на треть весит больше чем стандартная помпа да вот но сколько не длина сантиметров 80 на не больше от ствола до конца магазина 50 ну где-то до 90 мне кажется на где-то на ну то есть такой аналог випря вот аналог випря который можно много зарядить но к сожалению перезарядить я так понимаю быстро нельзя до стандартный целик своего рода это родной так а все да класс 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 если вы видите у человека такое ружье сразу узнаете что это энтузиаст оружие и любитель потому что ни одной логичной причины купить такое ружье и использовать нету а вот получать удовольствие те самому нравится супер интересная стильно модно молодежно супер ну да я себе а все готовы да сейчас так есть опа мы его в домик экономит патроны пушка смотри как это опасная блин и ружье на самом деле конечно да вообще ужас все вроде обязательная процедура проверки каждых в барабане стабильно остаются нестрельные патроны и в отличие от револьвера мы не можем откинуть барабан и убедиться что уже разряжен также мы не можем проверить патроне как это делается в обычных ружьях поэтому получается очень опасная история что потенциально оружие всегда заряжены